Сближайтесь, господа! Сходитесь! Сегодня у нас очередное заседание нашего клуба, так скажем, официальное. Сегодня мы с вами попробуем интересную штуку, да, то есть некое такое подобие World of Tanks, но в реалии. То есть вот здесь у нас, спасибо Косте большое, да, что у нас установлены видеокамеры. Давай я расскажу. Да, давай, рассказывай. В общем, решили совместно с танковым клубом потихоньку реализовывать идею FPV танковых боев. Вот этот танк, сейчас вот эта камера включена, вот можете видеть изображение, да, вот. И для реализации я привез, значит, две FPV камеры с антеннами, вот они уже установлены, можете видеть. Значит, одна MC-01 и чайновская, другая FX-798, вот эта камера. Значит, они уже подключены к аккумуляторам. И для игроков два шлема, значит, один шлем это JJ Pro, второй E-Chain E-F800. Ну, вот Андрюхе понравился, как бы. Я это что не смотрю? А, ну. Мне все равно, у меня потому что такой же, поэтому вообще. Ну, да, мы сейчас. Я посмотрел, все было удобно очень. Все видно. Посмотри, ты. Да, нормально, че. Ну, вот я себя вижу, да. Правильно, да. Ну, Серега там заглядывает. Угу. А у меня с одной камеры сразу на два устройства? Почему? У них частотная сетка, они на разной частоте передают. Нет, у одной тоже той, на том экране и на этом. Ну, потому что этот экран настроен на эту камеру сейчас. Ну, говорю, одна камера на два устройства. Да хоть на три. Я могу и этот настроить. Вот у меня еще четвертый от игрушки есть. То есть я могу сколько угодно устройств. То есть она передает сигнал. То есть я к нему могу подключить хоть бесконечное количество. То есть наша задача, наоборот, развести, чтобы вот Андрюхин сигнал, вот он уже настроен на меня. То есть вот мое пузо показывает. Вот поверни. К себе. Вот сейчас. Вот на, смотри. Ты видишь? Держи. Ну, все может посмотреть. А прицел там есть? А прицел, хочешь себе потом, это, маркером поставь вот здесь вот. Сеточку. Сеточку нарисуй на мониторе. Ну, дай всем посмотреть, Антон. Миша. Пол выгнутая. Это у белого четче изображение, чем вот более размазанное. Вот я зрителям покажу, чтобы они могли сравнить. Сейчас, секунду, секунду. Вы готовы? То есть вы друг друга не видите, смотрите исключительно в мониторы, да? Ну, да. Ну, все, тогда бой, поехали. И выстрел. Есть первое попадание. С почином возле Георгия. В тебя, в тебя, в тебя попали, Андрюха. Да, тут уже не видно, когда попадаешь. Ну, вот надо будет продумать. Вот первый вопрос. А, вот. Андрюха, он сейчас... Андрюха, второй раз. Ты собираешься? Или Андрюха тоже попал? Я в него не попал. Попал, попал. Попал, попал. Ну, что ж такое? Мебель-то зло. Во один, ты пойми. Нет, вот у него еще чего-то, с Егова, у него же 45 градусов. Попал. А ты? Во два. Попал. А, да, не попал. Попал. Есть попадание. Андрюха, не прятаться. Активнее, активнее. У него засады и так. Он прячется, смотри. У него засады и так. Во, 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 экшен пошел. Все? Все? Ну ладно. Андрюха, ты победил. Делитесь впечатлениями. Пипец вообще. Сложно. Сложно, безумно. Ну, не видно. Во-первых, на дальних дистанциях вообще не видно. Не видно ничего. Вообще ничего не видно. Вот. Когда в тебя попали, то есть непонятно. Ощущение, да, ощущение того, что в тебя попали, вообще непонятно. Ну, это можно реализовать, допустим, какую-нибудь, не, лампочку ставить. То есть, ну, сам факт того, что вот действительно ты с тиками работаешь и башней, и когда вот выезжаешь и маневрируешь, это совершенно другое ощущение вообще. То есть это... Ну, тебе понравилось или больше понравилось? Ну, не, есть недостатки, но над ними надо работать. Больше понравилось, потому что нужно работать, действительно, нужно, нужно практиковать. Это практика, только практика. По поводу попадания, значит, надо какой-то диодик себе уже ставить, допустим, чтобы он был в поле зрения и было понятно. Прикольно, но не особо все еще понятно. Нужно как бы разбираться. Надо играть просто. Да, нужно пробовать. И сближаться. То есть тут немного другая тактика. Ты как бы, когда ты видишь поле сверху, это одно, когда ты видишь от первого лица, это другое. Ну, что, вы поехали? Начали? Макс, ну, что? Да, 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 поехали. Ну, тут уже кто кого перестреляет. Да, да, да. Ну, конечно, вот за дом прячься, само собой. Кто кого переиграет. Тут с моторикой разобраться. Вот Антон крутит башни, он едет и крутит башни, понимает. Вот поэтому он ориентируется. А у него башни, видишь, в одном положении он крутит кузовом, не понимает. То есть корпусом целиком, видишь, башни мало крутит. А он и башни, и... Антон восходящая звезда и в пиви боев. Это вот прям видно, как он ведет себя. Видишь, он едет и башни одновременно. То есть это моторика, вперед и влево-вправо. То есть он понимает, что он делает, он его видит. Антон, Борис, самое интересное. Антоха вообще красавчик. Не попал. Не попал. Четко прям. Вот, и он ушел, и башню крутит, и ему ничего не мешает. Видишь, он понимает, что он за домом спрятался. Ну да, получил. Вот так вот. Все, победил. Антох. Антох. Очень красиво и прям четко играл. Мне очень понравилось. На самом деле. То есть видно, что ты едешь и башню еще крутишь. Это, кстати говоря, на FPV проще ездить и крутишь. Конечно. 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 Просто вот впечатлениями. Лекция? Или что? Лекция, да. Миш, давай, тебе понравилось? Очень. Мне вообще понравилось вот так вот ездить. Вот такой план, такой режим игры. От первого лица. Где ты видишь от первого лица? Ну он тебе, потому что ты играешь. Ну мне он уже привычен как бы. Ну ты и на КВшке был, и на персом был. Я и на этом, и на том был, да. То есть тебе без разницы на чем. И какой танк лучше? Мне понравилось больше на персинге. Но мне на нем ориентироваться было проще. В плане, вот, у него габариты проще определять. Ну это уже индивидуальные настройки. То есть это камеры, которые у меня были. Конечно. У каждого танка свои как бы вещи. А так реально, если можно еще чуть вперед поставить. Можно. Более того, здесь есть еще другие задумки. То есть по габаритам можно и вешки здесь поставить. Габаритные флажки. Габаритные флажки. Совершенно верно. Вот, там, красный, желтый и так далее. Но опять-таки, понимаете, я подчеркиваю еще. Здесь оно больше интересно. Каждый раз я об этом говорю. Что у каждого танк свой. Поэтому то, что вы берете просто как бы поиграть, это еще ничего не как бы ни о чем не говорит. Это как пробы пира. То есть мы попробовали, понравилось, не понравилось. Каждый покупает себе очки, каждый покупает себе танк. Можно будет, наверное, подумать и монитор. Но отворачиваться спиной к полю и смотреть в монитор. Потому что многие смотрели, монитор тоже понравился. Ну, каких очков из этих помех меньше? На этом расстоянии нету. Ну, без разницы. Понравилось или нет? Ну, как бы... Ну, нет, да. Очень все понравилось. Хотя я и не играл. Не, ну... Нет, ну, на самом деле задумка-то интересная очень. Есть нюансы, но их надо... Слушайте, ну, назад вот этого ничего еще не было вообще. Ну, что никакие помехи играть не мешают. Важно правильное управление руками танками. Вот здесь оно работает на 100% в отличие от... Если мы смотрим... Вида сверху. По его вот манере боя видно, что он адаптирован. Он едет и башни поворачивает. Ну, да, он как бы... Он примерно понимает, допустим, что ему надо за дом доехать. И он... А потом... Главное обнаружить противника. А потом, ребят, вы поймите такую вещь, что... Пока не попали. Здесь, здесь... Мы вообще только начали вот это, да? Это вообще первый раз, грубо говоря. Причем массовый первый раз. Потом, вы не забывайте, сегодня еще полигон был никакой. А если он будет застроен зданиями... Тогда вообще никого не найдешь. Там вообще будет... Молы игры будешь искать, если в него выпульнуть. Ребят, аналогия с Вартандером и аналогии с Вотом. Чистой воды. В итоге мы будем пытаться. Мы не будем пытаться, мы будем делать. Будем снимать кино. Мы будем делать. Снимать кино у нас есть кому. В Тин-Ром-Варам-Дара-Парам-Дара-Парам- Субтитры сделал DimaTorzok